ребята привет очередное видео по поводу цены автомобиль с аукционов японии смотрим в реальном времени что сколько стоит какие пробеги сегодня смотрим автобусы конструкторов очень популярный сегмент звонят каждый день у нас в процессе привоза всякие разные автобусы поэтому люди хотят люди звонят люди покупают давайте посмотрим поподробнее что можно привести у нас будет много автобусов это будет примерно до 11 года возраста 2000-11 год у нас будет honda nissan mitsubishi и на закусу у нас будет тойота давайте начнем с honda step веган ребят буду проходиться быстро чтобы не тратить много времени на каждую машину смотрим состояние цены так honda step веган кузов будет второго поколения rf3 передний привод так honda step веган rf3 смотрим они выпускались 3 по 5 год 160 сил мотор к 20 а очень много поставим пробег до сотни ну и давайте поставим год посвежее от четвертого до пятого так всего три страницы так смотрим 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 так 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 здесь уже мусор так но вот такие вот варианты 75 64 четверка оценка так смотрите какой симпатичный автобус rf3 состояние очень хорошая четвертый год мы привозили парочку всего таких но тоже свое время была популярная машина и так грубо говоря их можно купить за но 45 тысяч ен 45 тысяч ен заходим наш калькулятор 45 тысяч ен конструктор сборка нужно 217 тысяч 217 тысяч собранный конструктор владиостоки так водовая версия на таком же моторе к 20 а 4 в д кузов rf4 rf4 так их вообще маловато но это то что пробег я зажал до сотни он смотрите хороший вариант какой 99 тысяч пробег 4 в д но грубо говоря но пусть 70000 и надо на них ставить 70000 иен 232000 ну нормально за такой автобусы я думаю так третье поколение это кузова rg идут с 2005 по 2007 не шли так давайте rg 1 наверно посмотрим это передний привод 155 сил мотор же мотор такой же к 20 а так rg 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 1 так давайте посмотрим его но ну наверно год шестой посередине чтобы нам не копаться в страницах статистики чтобы выдача была более-менее небольшая это цены от если вам нужна какая-то там кожа там вот дальше или гранды будут будут альфарды там есть кожаные версии конечно же цена будет выше я вам называют цены за самые простые варианты либо если вы видите цену в рф где-то дешевле на дроме то если мы будем брать пробег вот особенно в альграндах в альфардах такие уже серьезные большие автобусы пробег если брать там 150 то цена будет очень хорошая так rg 1 но вот уже варианты троечка 35 четверка даже есть g lp кейч сейчас парочку откроем их так стоят они по 75 80 ищен такие нормальные шестой год вот такого черного нас красавчик вот такой вот веселый руль был так чехлы наверно но получила четверку 4 cc так вот серенький степ веган на светлом салоне к сожалению больше фоток нету 4 c но грубо говоря не стоит 75000 иен 75000 иен двести тридцать шесть тысяч за rg 1 передний привод 2 литра rg 2 точно такой же автобус но 4 vd на таком же к 20 а rg 2 так заметьте пробеги все до сотни так выдовые подороже уже д тут надо где-то ну минимум наверно сотню иметь ой вообще хорош белый выдовый степ веган rg 2 155 сил а во втором поколении у этого мотора было 160 сил чуть-чуть подрезали его так вот такой вот симпатяга но грубо говоря 100000 иен надо ставить чтобы взять их вот эти вообще дешево красный то что еще и бампер у него подбитый у этого тоже ну даже 120 возьмем с запасом 120 вот за хорошую машину 120 263 заводовый вариант rg 2 honda степ веган четвертого поколения это кузов rk 1 так rk 1 rk 1 так посмотрим исключительно 9 год 9 год мотор r20 а на 150 лошадей уже другой мотор так в общем вот такой степ веган они наверное самый пик популярности у них пришелся вот на этот кузов ну и сейчас так же идет но сейчас там то что у них идут моторы с турбиной там их как-то немножечко им не доверяют вот а вот этот кузов rk 1 в кузове вообще rk степ веганы обрели свою популярность так 93000 rk вот такой вот симпатяга синего цвета так в общем посмотрите пробеги есть очень небольшие это какой-то вот черный черных много вообще а нет это бордовый но черный 340 вот черный но 300000 и надо ставить 300000 и считаем нашем калькуляторе 372000 372000 так что если у вас сгорел вот такой вот степ веган что-то с ним произошло что-то там он подустал там и прочее попали в дтп 300 70000 у вас вопрос решен цена в воде востоке пробеги 60 70 80 90 так так рк 3 рк 3 4 вообще мало рк 2 это у нас 4 в д это у нас 4 в д 4 в д и 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 ведь и и сирена так nissan nissan сирена и кузов у нас первый будет это но 24 кузов вообще и у нас будет tnc 24 еще на автомате tnc tnc так шли не с 1 по 5 давайте посмотрим где-то 3 2005 год с пробегом до сотни 147 лошадей так грубо говоря 7000 вы посмотрите на нее на эту сохранившуюся новую машину так ну тут уже девяносто одна тысяча но общем достойные варианты достойные 99 оценка чем можно выбрать себе хорошего его 19000 пробег серого цвета тоже очень хорошее состояние сразу давайте вот и посмотрим грубо говоря 40 тысяч и надо на нее оставить на сирену 40000 иен иные токио ну да вот в отметках как бы весь у нее кузов ничего нормально 19000 пробег вообще сказка состояние так 40 тысяч н 214 214 тысяч будет собранный конструктор сирена tnc 24 на автомате еще не на вариаторе на автомате а сейчас посмотрим tc 24 эта версия уже пошла на вариаторе тси 24 147 сил так ну вот да уже пошли варианты 59 тысяч пробег четверка оценка 42 тысячи пробег такой вот хороший люкатый автобус ну побольше было кузова tc 24 качество не очень фотографии вот хороший вариант 85 тысяч пробег еще комплектация вилл чей рвей интересно так ну грубо говоря 40 тысяч иен также в общем цена такая же 214 тысяч но даже поставим 35 их можно брать 211 а а почему так ну ка ну ка ну ка ну ка 200 а все 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 211 211 тысяч иен за сирену tc 24 на вариаторе 147 лошадей так следующая сирена будет уже c25 уже следующее поколение оно шло с 2005 по 2007 год этих сирен очень много в рф так c25 это у нас так c25 двухлитровый мотор так а чё у нас за мотор не тут не написал так бензин вариатор передний привод так сейчас мы быстро посмотрим мотор я думаю там мр наверно уже стоял как на дуалисах так сирена 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 так c25 и вот они мр-20 я думаю что там стоял до мр-20 да и так запишем мр-20 да и так смотрим c25 смотрим но давайте шестой седьмой посмотрим год пробег до 100 тысяч обратите внимание так смотрим тоже дешевые так уже оценки двойки нам не нужны мы ищем для вас хорошие автомобили так 3568 комплектация rx g на состояние хорошие себя 2000 пробег но в общем где-то на 45000 и надо ставить чтобы взять живую сирену сирену c25 до хорошее состояние так 45000 45000 и того 217000 за двадцать пятую сирену на переднем привыке на вариаторе 217000 c25 давайте посмотрим такой же вариант но 4 в.д. на это у нас nc25 нс25 нс25 смотрим так их намного поменьше прям так это водовый вариант также на эмэре тут четверки 35 хорошие варианты тоже так 20 с 84 пробег четверка оценка так но не так 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 что я так по цене по цене тройка 35 но 100 тысяч ен 100 тысяч ен запасом чтобы взять более-менее хороший вариант 100 тысяч ен водовая все-таки водовая сирена подороже 100 тысяч ен 251 тысяча ребят а кто до сих пор не в курсе на конструкторы нету pts ее невозможно поставить на учет я не буду объяснять кто как зачем ее берет кто интересуется данными автомобилями они сами все прекрасно знают как они будут ездить поэтому не пишите на нее же нет документов а как я на не буду ездить ну и зачем вы делаете эти видео на них нельзя ездить все равно ребят если вы не понимаете как на ездить если это не для вас просто проходите мимо это видео для понимающих людей которые знают что делать с этими автомобилями так сирена до 250 на 1000 водовая 25 о nissan el grand 50 кузова так ниссан эль так давайте начнем давайте начнем с а тв е 50 это 3 литра дизель 170 лошадей на автомате полноприводный там еще стоял дизель з д 30 д д д ти ай так а тв е 50 с пробегом до сотни очень популярный автобус так видите даже 4 нет но четверки были они на ее сессию вы посмотрите на это состояние и ее ее ей у них от популярностью вот его вот видите у него перед какой интересный вот райдер кемпинг highway star ну что его 25 тысяч пробег сказка 100 тысяч ен 100 тысяч ен можно взять хорошего 250 тысяч 250 тысяч рублей за а тв е 53 литра 170 лошадей дизель на автомате 4 в д так следующий автобус у нас идет также в пятидесятом кузове 32 дизель а в в е 50 вот он до 32 дизель тоже полный привод но уже идет на qr 32 так что у нас тут за варианты 86 тысяч пробег вариантов мало потому что я зажал 100 тысяч пробег если поставить пробег там побольше то вариантов будет конечно же там на несколько страниц но нас интересуют автомобили прям вот живые старая живая школа которая осталась еще в японии так но в общем тоже 100 тысяч ен можно взять живо вот так же 250 на qr 32 250 тысяч рублей следующий автобус это уже бензин в 50-м кузове apve 50 также полноприводной вариант 240 сил вроде nissan и в тех годах как бы бензиновый мотор и не умели делать то есть они ели как быки но народ их брал и вот нам до сих пор звонят играет ребят у меня вот такой автобус и не хочу менять давайте мне конструктора окей 240 сил 3.5 мотор vq-35 de легендарный мотор легендарный вы посмотрите на состояние четверка оценка 40 тысяч пробег версия он с 4 в.д. 70 тысяч пробег состояние состояние сказка так ну что но 50 тысяч и он можно брать бензин сразу подешевле но дизеля пользуются спросом что дизеля уходят на азию так сколько 220 220 тысяч и так рестайлинг в пятьдесят первом кузове так посмотрим 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 n e 51 так так n e 51 это также vq-35 полный привод бензин 240 сил грубо говоря тот же самый 50 кузов просто в рестайлинге в новой шкуре ну такие вот красивые автобусы 63 тысячи девяносто восемь восемьдесят одна тысяча ну шестьдесят тысяч йен давайте один откроем посмотрим его поближе так японский мармелад у меня еще до сих пор есть одна из последних пачек 60 тысяч йен их можно покупать 225 тысяч напоминаю это n e 51 3 5 вку 35 мотор да и полный привод 240 лошадей следующий рестайлинг от четвертого года второе поколение 51 кузова они уже там начали ставить поняли то что нужны моторы поменьше потому что но одни все что до четвертого года были там 3 3 2 3 5 и они начали ставить 2 и 5 в q25 как на скайлайнах так четвертый год четвертый пятый так кузов мн е так мн е 51 это у нас полноприводный вариант на автомате 186 сил в q25 в q25 тоже популярный автобус очень часто спрашивают ребят здесь самый популярный автобус если допустим у вас 2 и 5 вариант но задний привод то звоните цены будут например такие же а то и лучше потому что полный привод все равно немножечко подороже вот я взял сам популярные модели и водовые эльгранды допустим они самые популярные среди эльграндов поэтому передний привод у нас не попадает но цены примерно такие же так ну что сколько на грубо говоря где-то 115 дан доставить хорош прям горит в аэро сей саппора на севере ну потому что да даже в токио со зимой там два градуса максимум ноль 115 тысяч ен это пробег до сотни если вы рассматриваете 150 тысяч пробег то ну цена будет немножечко ниже сейчас посмотрим кстати 260 давайте поставим пробег от давайте поставим пробег от 130 до 200 сейчас посмотрим вот здесь я не сто 15 тысяч ен стоили даст пробегом каким-то в стиле 70 80 90 смотрите с пробегами 150 они стоят но вот 177 они стоят 40 тысяч ен 40 тысяч ен но на 600 долларов дешевле на 600 долларов дешевле тоже в хорошем состоянии но если вы везете конструктора вот эти 600 долларов ну давайте вот за вариант с пробегом до сотни 260 если взять с пробегом 150 180 40 тысяч ен да 45 тысяч рублей разница вот вот вы везете конструктора себе вот такого автобуса и вы еще черт его знает сколько будете на нем ездить но если нету денег ну вот прям нету денег ну конечно надо брать тогда пробег 150 но если все-таки есть где взять я бы добавил бы эти 45 тысяч и купил бы себе автобус эльгрант с 70 80 тысяч пробега потому что это равно 2 3 5 лет использования еще плюсом будет к этому автомобилю так идем дальше так это у нас будет 3 5 это все на том же vq 35 240 сил полный привод n e 51 n e 51 так нас пробегом до сотни интересует нам нужны живые машины нам не нужны которые везут на рынок так ну вот 3 5 89 тысяч пробег 81 тоже все машины горят горят давайте откроем вот этого старая школа ноу фото 70 тысяч йен 70 тысяч йен 232 тысячи ну потому что 3 5 3 5 мотор 240 сил все-таки 2 и 5 нашел больше популярности в массах чем vq 35 мотор ну что по эльгрантам все как бы есть из чего выбрать есть много вариаций эльгранты популярная машина вот серьезно вот у нас сейчас на сборке 2 в пути где-то примерно 4 еще мы каждый день практически покупаем эти автобусы очень популярная машина очень и берут и 50 и 51 кузов самых разных вариациях идем дальше легенда любого автобуса это митсубиши делика делик очень много но мы смотрим самые популярные это п25 убираем достаточно пробег потому что этих машин очень мало и видите у них вот одна вот да вот у нее 88 тысяч пробег продано после переговоров джумияги была продана на аукционе так ну вот есть вариант да тройка оценка 257 пробег такая уже да дырявая во вообще до 100 ой нифига она продалась вы посмотрите вы посмотрите какая конфетка какая конфетка продана 633 тысячи 633 574 тысячи рублей вот за нее вот за такую делику ну не для России варианты конечно вот для России вот что-то подобное 240 да продано после переговоров 300 тысяч пробег ну тоже такая вроде за ней ухаживали что-то делали интересно но у нее 300 тысяч пробег такие дельки они продаются где-то в районе 180 200 тысяч иен интересная делька интересная на автомате в общем за данные вот автомобили P25 у нее низкая крыша сейчас мы посмотрим P35 у которой высокая крыша они обе популярны 200 тысяч иен стоит нормальная делика не та конфетка та конфетка вообще про нее забудьте ее вообще ну реально в России не имеет смысла брать только если у вас очень много денег и у фанат реально ну 25-го кузова 35-го так ну вот да 300 тысяч они выходят эти делики что на механике что на автомате напоминаю ну хотя если у вас делика я думаю вы знаете у них был мотор 4D56 2,5 дизель на 85 лошадей так давайте глянем P35 очень редкие тачки стали раньше побольше было но все-таки кончаются они вот у нее идет высокая крыша миллион шестьсот двадцать три тысячи ну ну состояние вы посмотрите на состояние этих автомобилей 118 тысяч пробег 333 тысячи P35 подороже так меня интересует вот это миллион шестьсот двадцать три однако 171 тысяча ну что посчитаем миллион сто шестьсот так ладно нас интересуют более приземленные варианты нужно ставить 300 тысяч иен минимум минимум 300 300 тысяч иен ставка 372 тысячи на семьдесят тысяч дороже чем 25 370 так следующая делика уже идет на 4 м 40 это четвертое поколение это у нас пд 8w так у них же там был рестайлинг нас интересует до девяносто седьмого года до рестайл даже поставим до девяносто шестого делики легендарные автобусы даже вот у нас сейчас в работе две делики девяносто пятого девяносто шестого года вот эти вот на 4м 40 пе 8w пд 8w так ну что давайте посмотрим пробег ну хотя бы до 150 тысяч ну 170 тысяч иен доставить хоро хорошее хорошее с давайте пробег уберем так до 96 года давайте посмотрим уже с рестайлингом ладно давайте рестайлинг понадобится. Все равно машины грубо говоря одинаковые. Давайте посмотрим сколько стоит рестайлинг. В рестайлинге уже стало 140 сил за место 125 в дорестайле. Так, ну грубо говоря ой-ой-ой вот это пробеги. Вы посмотрите, да? То есть за 165 тысяч йен продаются вот такие вот делики. И причем даже она с таким пробегом она выглядит очень достойно. Давайте все-таки отфильтруем и посмотрим машины, которые за которые будет не стыдно. Ну грубо говоря 200 тысяч йен надо ставить. 200 тысяч. Сказка. 200 311. Ну конечно надо брать рестайловую по-хорошему. Рестайловую делику. Ну что? Тойота. Тойота самый конечно большой список, потому что там есть Хайсы, Гранви, Альфарды. Поэтому давайте ускоримся, чтобы уложиться в час. Первая машина будет Тойота Региус. Тойота Региус у них было одно поколение. Так, я буду смотрите, в этих тачках, вот особенно это будет Региус и Гранви, я в основном буду смотреть на дизеле, то есть 1КЗ, потому что бензиновые версии, они не популярны. Я не знаю, я бы даже, будь я хозяином какого-нибудь Региуса, Гранви, бензинового, я бы, ну я бы не стал бы наверное обновляться, хотя чертова знает, но люди звонят только по КЗ, по бензину очень редко. Так, нас интересует кузов KCH40. Так, Региус, KCH40, так, их вот идет два. Так, это у нас что? Это у нас 3 литра 140 сил дизель на автомате. Отлично, все продавалось на USS и у нас нету цен. Печаль. Печаль. К сожалению, не посмотрим. Но вообще, они, я помню, по последнему запросу, они продаются где-то 180-250 тысяч иен. Давайте возьмем 220, если у них цена. Если вам нужен данный автомобиль, звоните, мы узнаем цены на USS, но сейчас USS прячет цены, поэтому я вам не могу сказать актуальную цену за данные автобусы. Но если вам нужен данный автобус, звоните, мы найдем цены, мы вас ориентируем. пока поставим 220. Я по старой памяти помню, что они примерно в эти деньги продавались. Следующий это у нас будет просто Toyota Hyse рестайлинг 93. Это уже так. Hyse это обычные автобусы, грузопассажиры, там пассажиры. Так, четвертое поколение, так, 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 там также идет KZ, правда на 130 сил, KZH 106. Вот он. Смотрим, пробег убираем. Пробег убираем. KZ, конечно, берут с пробегами, бывает вообще мама не горюй, там 250 тысяч иен. Ну, вот, да, вариант, допустим. 167 тысяч пробег, РК оценка, 166 не продан, но на данную цифру можно ориентироваться, двойка оценка, для данных машин это нормально, вполне. Ну, в общем, нормальные варианты, 300, нет, 380 не будем брать, ну, вот, 190 SuperCustom, 4WD, 171 тысяча иен, продан, так, сразу же забиваем, 293, так, 293 тысячи, на КЗТе 130 сильном, так, вот такое, вот, сколько там мест, ну, 8 местный получается, 8 местный, Хайс, с тремя люками, так, 290 тысяч, так, а Хайс, так, это у нас был до рестайлинг, с 96 года, посмотрим еще, рестайл, того я посчитал, это был до рестайл, с 96 года, у них был рестайл, даже поставим на радиус 7, чтобы нам до рестайловые варианты не попадались, так, рестайл, такие же деньги, такие же деньги, в принципе, пробег адекватный, там, 150, 144, так, вот, вот такой вот автобус, хороший, тоже 3 люка, грубо говоря, а, он уже ржавый, 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 у автобусов, это болячка, особенно, пятая дверь, они все ржавеют, собирается конденсат, который постоянно течет вниз, на металл, так, ну, грубо говоря, 200 тысяч иена доставить на рестайловый хайс, 106, 311, 311 тысяч иен, так, следующая машина, Toyota Grand Highs, первое поколение, KCH 16, так, тоже машина, так, так, KCH 16, как нам тебя найти, хайс, а ты, по-моему, у нас прячешься вот здесь, вот он, KCH 16, это у нас Grand Highs, Grand Highs, Grand Highs, кто не помнит, это практически технически тот же самый Хайс, там был 140 сильный КЗ, но у него есть капот, так, ну, грубо говоря, на них надо ставить, ну, минимум 200 тысяч иен, чтобы хотя бы вот такого взять, вот, Хайса, 3-х литровый КЗ, легенда, даже я бы 220 бы взял бы, по-хорошему, посмотрите состояние, 220, 223 тысячи, 223 тысячи, так, ну, здесь я вот записал бензин, все-таки посмотрим, 5WZ, он тоже хороший мотор, давайте все-таки глянем его, кузов был VCH 16, VCH 16, 5WZ, 3,4, 180 сил, бензин сразу просто вообще, ничего не стоит, даже можно поставить пробег до сотни, потому что, очень дешево стоит 5WZ, так, ну, что мы имеем, за 100 тысяч ен мы можем купить вот такого, Grand Heys'а, с пробегом до сотни, 100 тысяч ен, 250 тысяч, так, Toyota Grand V, она сейчас один депозит на такой есть, так, Grand V, я тоже на КЗ, это, это как Альфард и Вилфаер сейчас, это одинаковые машины, так, KC H16, сейчас посмотрим, сколько они стоят денег, тех же самых, либо чуть подороже, так, так, 200 тысяч ен надо иметь, ну, точно такие же цены, точно такие же цены, Grand V на КЗ, на КЗ, 311, на 5WZ, 3,4, 250 тысяч, Grand V будет стоить, так, подходим к лидерам, точнее, одному Вилфаера, не буду смотреть, он уже прям, относительно, очень новый автобус, а вот, Альфарда мы посмотрим, от самой первой модели, до, от H20, так, Альфард, Альфард, начнем с кузова, начнем с кузова, 2002 года, от H10, так, это у нас гибрид, на Z, там еще, была 131 лошадь, у данного, варианта, поставим до 100 тысяч пробег, так, а, что я поставил, H, от H10, гибрид, 2,4, а Z, 131 лошадь, 131 лошадь, 100 тысяч йен, можно взять, такой автобус, но, вообще, люди, вот я вам скажу, которые у нас покупают, они все-таки, очень редко выбирают пробеги, до 100 тысяч, то есть, особо денег, немного у всех, и покупают, там, 150 тысяч пробег, но вы посмотрите на состояние, грубо говоря, сотню тысяч йен, надо ставить на данный аппарат, 250 тысяч, 250, с пробегом до сотни, давайте посмотрим, поставим, от 100 до 180, до 180, ну, как, не имеет смысла набрать, ну, до сотни, переплатить, и 20 тысяч рублей, у вас будет машина, вообще, на другом уровне, так, следующий, кузов, ANH-10, это также на АЗ, но без гибрида, и еще передний привод, ANH, ANH-10, так, с пробегом до сотни, так, ну, тоже, вот, 100 тысяч йен, даже 120, 120 я бы взял бы, 37 тысяч пробег, 37 тысяч пробег, что-то, ну, вот, достойный вариант, 70 тысяч пробег, ой, белый, так, есть замечания по обвесам, но не суть, хороший вариант, 74 тысячи пробег, 120 возьму, 263, 263, 263, так, ANH-15, это тот же самый автобус, также на 2АЗ, но выдовый, это первое поколение альфардов, так, ну, тоже, ну, 140 тысяч йен, так, у них 159 сил, что в переднем, что в выдовом, так, 140, да, 275, 275 тысяч рублей, так, и трехлитровый, на 1МЗ, кузов у нас какой, MNH-15, MNH-15, трехлитровый, тоже популярный, вот, берут либо ATH-10 гибрид, выдовый, либо берут трехлитровый, вот, просто на 2АЗ, не берут, ANH-10, ANH-15, ну, так, в общем, в приоритете ATH-10 и MNH-15, так, ну, нужно иметь 130-140 тысяч йен, на данный вариант, с пробегом до сотни, на состояние супер, конечно, 81 тысяча, MXL edition, да, классные автобусы, так, сколько, да, 140 тысяч йен, 275 тысяч, так же, как и на АЗ, стоят, так, рестайлинг, 2005 года, это все те же самые автомобили, но, они будут у нас в рестайле, ATH-10, 6, 7, поставим до 130 тысяч, пробег, потому что рестайлинг, прям, они вот подороже начали стоить, у них, с 4-ступого автомата, стал уже 5-ступый, и, видите, они как сразу в гору, подлетели, то есть, те мы могли за сотню тысяч йен, брать, а эти, минимум, 250, и вообще, меньше даже не подходи, ну, 204, ну, как бы, черный, хорошая тачка, так, ну, 250, ну, ладно, 220 поставлю, 200 можно, они там начнут, 323 тысячи, 323 за конструктор, без ПТС, со сборкой в Владивостоке, так, остальные не буду смотреть в этом кузове, давайте посмотрим, лучшее поколение, второе, 20-й кузов, за сколько их можно привести, так, а от H20, давайте глянем, так, давай, 9-го, так, а что ты не хочешь находиться, с какого года пошли, с 11-го, так, 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 да, немало они стоят, 2 миллиона от H20. Так, а я думал, они будут стоить каких-то адекватных денег. Даже не буду забивать в калькулятор. Ну, хотя, почему бы и нет. Грубо говоря, надо миллион триста. Миллион триста. Они стоят 979. А с документами под полную пошлину они стоят полтора миллиона. Тут они на 500 тысяч. Ну, беспошлины. Вот они и дешевле. Так, АНХ25 еще я хотел посмотреть в этом кузове. АНХ25. Так, их заметно побольше. Посмотрим, можно ли взять себе нового красивого автобуса за адекватные деньги. Что-нибудь замудрить с ездой и кататься. Да, конечно, АНХ в два раза дешевле. Такой вот симпатичный автобус с восьмого года. А, ну все верно. Да, АНХ пошел с 2011-го, а вообще двадцатый рестайлинг был с восьмого года. Все правильно там было написано. Так, ну, грубо говоря, 600 тысяч ен надо взять минимум, чтобы ну, даже 300 тысяч пробег я бы не брал бы. Это у нас 2,4 АЗ 170 сил полный привод. Не гибрид. Не гибрид. Вот такой автобус 600 тысяч ен. Вот это уже интересно. 600 тысяч ен. 554 собранный. А они стоят где-то миллион двести, миллион триста в России. Поэтому более чем в два раза можно привезти себе конструктора, что-то придумать и ездить вот на таком красавчике. Как уже ездить? Ваш вопрос. Ребят, я думаю ответил на ваши вопросы сколько стоят автобусы, в каком они состоянии бывают. Я вам скажу одно. Автобусы очень популярны в виде привоза конструктором. У нас прям процентов 30-35 наверное всего потока конструкторов. Это идут автобусы и маленькие типа степ-веганы, сирены и отцы вообще минивэнов это альфарды и эльгранды. Эльграндов наверное больше, потому что в свое время их навезли очень много. Надежные машины, старая школа, Nissan, Toyota, Delica, они такие более для лесников, на запчасти их берут очень много. В общем вот эти все автомобили, которые я перечислил очень популярны. Ребят, если хотите что-то привезти из автобуса, проконсультироваться с какого года идет рестайлинг, там сколько ступеней в автомате, вариатор были какие-то другие вопросы, сколько сидений, 7-8, какие комплектации, в автобусах их очень много, очень много. Ребят, звоните, поможем. Если вам понравилось данное видео, оно было вам полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, дальше будут еще подобные уроки, как вообще считать автомобили, сколько они стоят. Внизу под видео будут все ссылки на данные автобусы на нашем сайте, поэтому переходите, задавайте вопросы, звоните, я с вами прощаюсь, напишите внизу еще так же темы, которые вам бы были интересны, которые мы могли бы посмотреть с вами в онлайн режиме. Пока! Компания Сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сферокар Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.